здравия на календаре 30 июня 2017 года сегодня день я посвятил тому что выбросы в сосновый лес за вениками за можжевелами как раз за спиной меня можете наблюдать можжевельник вот этот побродил пока по лесу сходил на чистое озеро успел попить чаю вот успел даже веник один связать пробный колючий зараза получился на вот такой венчик небольшой очень колючий эх аромат как я всегда говорю жалко камера не передает мало то что сосновом лесу здесь дух такой благодать просто еще можжевельник сегодня я взял умную книжку вот такое лекарственные растения мордовские 82 года выпуска такая книга досталась мне от бабушки исаевы марии ивановны светлой памяти зачитаю тут немножко так для ознакомления сказать по умничьи ну самое основное с давних времен было отмечено что там где растет можжевельник там чище воздух туда идут истощенные больные животные поедая шишка ягоды они восстанавливают и восстанавливают траченные силы и здоровье настоящее время доказано что один гектар можжевеловых зарослей сосудки испаряет 30 килограмм мощных фитонцидов этого количества антибикробные вещества хватает чтобы очистить от вредных бактерий целый город поэтому можжевеловых зарослях воздух постоянно чист а ветками этого растения с давних времен окуривают видимо пришел можжевельник поедать ладно продолжим не будем отвлекаться весьма целебными и полезными оказались и плоды можжевельника шишка ягоды в них содержится эфирное масло состав которого входят пенины терпины и всякие флавонины не будем вдаваться в эту ерунду все равно это никому не надо кроме того что плодах можжевельника обнаружены сахара смолок ращи вещества вещество называется юниперин тоже мало мне конечно о чем говорит но все же жирное масло яблочные муравьины уксусные кислоты в коре содержится дубильные вещества в хвае обнаружено очень много витамина c здесь написано 266 миллиграмм на процент это я думаю с килограмма больше чем в лимонах ягоды собирают поздней осенью растилая под кустом какое-то полотно стряхивает потом перебирают вот главным действующим веществом можжевельника является эфирное масло так где применяются ягоды попадая в пищеварительный аппарат вещество вот это эфирное раздражает слизистая оболочка желудка и кишечника что ведет к усилению перистальтики при этом рефлекторно усиливается секреция бронхиальных желез разжижается удаляется мокрота выделяясь из организма преимущественно через почки эфирное масло умеренно раздражает их и тем самым увеличивает диурез имеется сведение что он обладает противомикробными свойствами ягоды можжевельника применяются как сильно мочегонное средство соответственно у кого повышенное давление можно использовать но только по совету врача сами ничего не выдумывайте не лечитесь то скажите еще димка и сайф насоветовал мне отвечает потом за вас так весьма популярен такой чай мочегонный из плодов можжевельника две части травы хвоща полевого две части корневищ пырея одна часть одну столовую ложку настоя так одну ложку смеси залили двумя стаканами кипящей воды дать настояться 20-25 минут процедить и применим принимать по назначению лечащего врача по одной столовой ложке 3-4 раза день до еды это при повышенное давление ну давайте отметим самую важную часть тут пишут что растение ядовито токсическое действие можжевельника связано с наличием в нем сильнодействующих сильнодействующего эфирного масла при наружном применении она сильно раздражает кожу но это в бане париться для чего как бы соответственно я венички ты готовлю раздражает кожу при приеме внутрь вызывает рвоту иногда кровавую так что не увлекайтесь чаем из можжевельниковых веников целью лечения необходимо возможно быстрее промыть желудок ну в общем вызвать рвоту обратиться к врачам но мы травиться с вами не собираемся правильно мы готовим веники для того чтобы париться выдыхать его эфирные масла убивать микробов бактерий в бане у себя на теле для общего оздоровления ну вот примерно так если интересна книга ищите в библиотеках на просторах интернета с этой книжки я начинал знакомство со всеми лекарственными травами которые находятся у нас в мордовии вот такой получился длинный ролик благодарю всех за внимание до скорых встреч на ю тубе пока пока